здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео я хочу прокомментировать недавнее заявление владимира владимировича путина касающиеся создания такого государства как украина то есть прокомментировать его заявление касающиеся что украина была создана именно на территории российского государства российских земель но прежде чем мы поговорим с вами о данном заявлении вв путина я хочу сделать достаточно важное заявление как многие из вас уже знают недавно представителями скажем так наших оппонентов имеется ввиду армян и армянство даже так бы обозначил был закрыт мой канал на ютюбе точнее сказать он был удален в связи с чем я и вынужден был оживить один из каналов которые был заблокирован армянами представителями армянства в связи с этой неприятностью и к сожалению канавшими в прошлое вместе с каналом многочисленные мои видео для того чтобы обезопасить себя от дальнейших таких же действий я решил перезапустить полностью еще один свой канал вот этот канал это тоже камран сидов я его во вчера а точнее сказать сегодня скажем так изменил его название немножечко это тоже же некогда действующий мой канал он был заблокирован но прошло время и канал был разблокирован ну что ж подписывайтесь на данный канал чтобы если по каким-то скажем так не зависящим от меня обстоятельствам а зависящим в основном от наших оппонентов обстоятельств данный канал на котором вы будет на котором вы находитесь будет удален то я продолжу свое вещание на канале который сейчас представляю вашему вниманию как видите на нем ничего нету ну что ж ссылку на данный канал о котором я только что сказал я оставлю под данным видео а теперь давайте перейдемте непосредственно к той статье которая в общем-то и спровоцировала меня записать данное видео для того чтобы нам начать обсуждать заявление вв путина и статьи ту статью где об этом заявлении было написано я должен перейти по ссылке на российский информационный портал газета точка ру значит статья как вы можете прочитать называется это выдумки киев ответил путину об исконно русских землях знаете я не буду углубляться вот в эти многочисленные умозаключения чьими являются земли украины и не буду говорить о киевской руси и так далее увы и ах нет но я повторюсь владимир владимирович путин утвердительно заявил о том что украина украинское государство находится на территории российских земель русских земель в связи с этим я хочу огорчить владимира владимировича путина крайне сильно огорчить сама россия не находится на русских землях до давайте вспомним не столь давнюю историю даже касающийся начала прошлой эры не столь давние согласитесь с точки зрения исторически всей истории человечества славян тюрков и так далее не столь давние ну что ж на чьих территориях находилась тогда россия в начале скифии достаточно посмотреть на карты государства скифия чтобы понять что большая часть россии вовсе никак не связано со славянами с нынешними во всяком случае славянами это нечто было другое не так ли после скифии на территории россии образовалось другое государство тартария давайте посмотрим на карт ты вот тартарии посмотрите большая часть россии находится обозначается на картах как тартария они русь и не россия в связи с этим заявление вв путина выглядит как минимум ну не совсем правдой если говорить крайне в мягких тонах о данном заявлении вообще перекраивание территории и и заявление касающиеся того какое государство на чьих территориях было сформировано крайне опасно и для россии и для других стран потому что спорным спорными тогда становится большинство стран европы да и мира в целом не так ли подытожить данные свои заявления обсуждения и я вв путина я бы хотел напоминанием крайне интересного факта о котором владимир владимирович не заявил а на чьих территориях и кто создал такое государство как армению вопрос интересный интригующий не так ли хотя все знают на него ответ сейчас я знаю что некоторые из вас скажут имеется ввиду россияне русские вы скажете что армения в общем-то союзник россии поэтому мы и молчим что касается армении а с украиной мол у нас сейчас но крайне негативные отношения отрицательные отношения в связи с этим мы стараемся как-то воздействовать на украину интересно крайне интересно если кто-нибудь будь скажем так наберется со смелости написать написать данную мысль в комментарии о чем это я но давайте рассмотрим такой потенциальную угрозу что отношения россии испортились казахстаном так что же вы потом будете предъявлять то же самое казахстану не думаю или с азербайджаном или с другими странами постсоветского пространства входящий некогда в российскую империю тогда что же получается а где же братской всех народов где ответственность россии которую она подписывала не раз за страны которые некогда входили в ее состав где все это на этом пожалуй все что касается обсуждений данного заявления вв путина я сказал все что я думаю надеюсь что многие со мной согласятся что опасность крайне громадные в таких заявлениях это необдуманное заявление явно не обдуманно теперь прежде чем все таки уже полностью закончить данное видео я хочу конечно же еще раз обратиться ко всем нашим азербайджанцам и ко всем зрителям моего канала обязательно сообщите всем кто был подписан на мой предыдущий канал что я теперь вещаю с этого канала а также поделитесь еще одной ссылкой на мой скажем так канал который я бы назвал спасить спасательной шлюпкой поделитесь этими ссылками ну а сами не забудьте подписаться оставить комментарии поделиться ссылками нажать на колокольчик на этом все дорогие друзья всем до свидания всем пока всегда ваш сиидов камран до свидания